Вот так тренеры подбадривают своих подопечных и готовы буквально сами выскочить на трассу. Такой настрой заряжает юных спортсменов и мотивирует на победу. Это финальные соревнования по лыжным гонкам краевого проекта «Школьная спортивная лига». Ребята от 11 до 14 лет мчатся по заснеженному лесу. Самым маленьким необходимо преодолеть один километр, те, кто постарше – два, а самые старшие бегут три километра. Перед выходом на старт лыжники разминаются и готовятся к забегам. Здесь выступают все школы, ну по районам это сначала по районам идет, потом будет по городам. В данный момент 25 районов собралось со всего Красноярского края, включая Туру, Венкию, Байкит. Ну, то есть весь край собрался. Соревнования «Школьной спортивной лиги» проводятся регулярно и каждый год собирают десятки юных спортсменов. Причем кроме лыжных гонок ребята соревнуются и в других видах спорта. Такой краевой проект помогает прививать любовь к активному образу жизни с малых лет. Формировать потребность, заниматься ребятишкам, вообще каждому человеку занятия спортом, возможно только в школьном возрасте. А участие в соревнованиях допоет дополнительный стимул выйти на тренировку, подготовиться, поработать над собой. Поэтому без системы соревнований вовлечь наших ребят заниматься спортом крайне-крайне сложно. И многие ребята с зажженными глазами смотрят и настраиваются быть действительно в большом спорте. И то, что сегодня у нас Красноярск удостоен проведением Всемирной универсиады, говорит о том, что наши спортсмены Красноярского края действительно большие спортсмены, замечательные спортсмены мирового уровня. И это позволит ребятам равняться на них, а спортивные базы позволят достичь высоких результатов. Кроме участия в соревнованиях, ребята из разных районов края встретились с именитыми спортсменами и олимпийцами Павлом Ростовцевым, Ольгой Медведцевой и Николаем Большаковым. Школьники получили автографы, а чемпионы рассказали о том, как добили своих побед. И пожелали ребятам удачи на пути к их собственным победам. Ярослав Цымбал, Андрей Крупнов, Енисей, Новости. Продолжение следует...